следующий баракулу фикум 236 хадис анджабиран рады и аллаху ангум аликадим нам арасу лиллайи салаллаху алейхи у саляму анахмин акуль я врата аллаху мы прибыли с пророком салаллаху алейхи у салям и говорили ляббайкабиль хадж то есть у аллах мы вот перед тобой пришли совершать хадж фамара нарасуллаху саласан хаджа альнаха умратан и пророк саласан приказал нам чтобы мы поменяли свое намерение на умру рауи джабиран для рады и аллаху ангума сабаха таржан тупи хадис рафа мир бау таманин романин сто восемь четвертом хадисе разбиралась биографию маудуль хадис тема хадиса хукму фасхель хадж или умратили ясира томат уан каково постановление поменять намерение с хаджа на умру для того чтобы намерение то есть хочу превратился в хадж томатов шарф и калима толкование слов 1 на его солна и макка ама хаджа тупида то есть мы до добрались до мекки в год прощального хаджа ванах ну айбаду в муром аль аксару то есть некоторые из них имеют ввиду большинство сподвижников лабайка собака манахи хадис раком мяты нахташер с 211 хадисом разбирать 21 сам ходить разбирался смысл лабайк фамара на айталиба минна талиба ли султан то есть он приказал нам как правитель альма-Мур бигимажу кому приказано здесь не упомянута вот так д fortune а марина он начальна net амра иры альма-Мур бигили извиняюсь альма-Мурузу то есть что приказал нам не сказано что приказал не сказала мазу под так дир подразумевается амрана анна джале умра приказал нам наш каче превратить то есть наше намерение совершить хоть превратить намерение совершить умру но отчoline да айфа салярна Мы превратили наше намерение в намерение совершить хадж в намерение совершить умру. Умра тана и умра татамата. То есть умра для хаджа татамата. Шарх аль-Ижмалит общее столкование хадиса. Юх беру Джабри ибн Абдуллаху альхума аннагум хадимума расули ляй салаллаху алейхи у саляма и ля макката. Сообщает Джабри ибн Абдуллаху альхума. То, что они прибыли вместе с пророком салаллаху алейхи салям мекку. Фи хаджи тель вида во время прощального хаджа. Валькатфиру мин хум якулюн. Многие из них говорили ля байка бель хадж. То есть зашли в состояние храма с намерением совершить хадж. Фаамарагум на би салаллаху алейхи у саляма ньюхагу и ля мияталь хадж. Пророк Сазам приказал им поменять намерение совершить хадж. Или умра на намерение совершить умра. Ля сыру мутаматтийин. Чтобы они превратились в барак луфикум в тех, кто будет совершать хадж-таматто. Бига и ля хадж. То есть вы совершали хадж-таматто. То есть сначала совершили умру. Потом вышли в состояние храма. Потом совершили хадж. И они так и поступили. Да будет довольный мяло. Поваду в хадис пользуясь декаемость хадиса. То есть то, что у нас узаконено упоминать те обряды в тальбии, которые ты собираешься совершать. То есть ля байкалу ма хаджин. Ля байкалу ма умрата. Барак луфик. Второй барак луфик. Машрует фасхал хадж. Иля ль умра ли я сыра мутаматтийан. Иля аньясукал гадж. То, что у нас узаконено. Барак луфикум. Разрывать хадж. Намерение совершить хадж. На намерение совершить умру. Чтобы совершить хадж-тамат. То есть для того это обязательно. Барак луфикум. Кто собирается совершать. Для кого это делается обязательно? Для того, кто не ведет собой скотину. Для того, кто не ведет собой скотину. Следующий, третий хадис в главе. И 237 в книге. Анабдиля ибни Аббас. Рады Аллахан. Каля хадиму Расулу Аллаху. Асхабу Лу. Сабихата. Раби Атин. Мухиллина бель хадж. Фаамарагум аньяджа'люху умратан. Факалью ярусула. Айюхил. Каля альхиллю куллю. Абдулла ибни Аббас. Рады Аллангу. Рассказывал о том, что пророк. Салаллаху алейхи ва салям. Прибыл. Вместе со своими сподвижниками. На утро четвертого дня. Зульхиджа. Сабихата. Раби Атин. Имеет суда. Утро четвертого дня. Зульхиджа. Мухиллина бель хадж. То есть они. То есть пришли с намерением совершить хадж. Фаамарагум аньяджа'люха умра. И Проксусом приказал им поменять намерение на умру. Факаль ярусуллах. То есть имеется ввиду совершить умру и выйти из состояния храма. И они сказали у послания Николая. То есть как нам выйти из состояния храма. То есть полностью выйти из состояния храма. Рави Абдулла ибн Аббас Радалван. Гусава каторджам туфи хадис раф меси тустин. Маудуль хадис. Хокму фасхаль хаджи ль умра тели ясыра тамат ван. Каково постановление замены намерения совершить хадж на намерение совершить умру. Чтобы человек совершил хадж тамат. Чархаль калимаат. Смысл слов. Казима айвасаля макка. Прибыл до Мекку. Асхабу айлядина хаджу маху. Те сподвижники, которые делали хадж вместе с прокурсосом. Сабиха таррабия айсабиха талляйля таррабия. То есть на утро после четвертой ночи мин зель хиджа. На утро четвертой ночи зель хиджа. Санат ашер мин аль хиджра. Десятого года хиджра. Это было воскресенье. Они вышли по арклафикум 26 числа. Прибыли 24. Восемь дней были дороги. В наше время. А? Прибыль 4. Вышли 26-го. Прибыли 4-го. Восемь дней были дороги. В наше время человек добирается за 4-5 часов. А не 8 дней были дороги. Поэтому надо Аллах субханалля благодарить и всегда не забывать о том, что он подчинил нам этот транспорт, который обличает нам. Машина насколько удивительный транспорт. Что говорить тогда о самолете. Раньше люди, когда выходили в сафар бараклафикум, прощаясь с родными близкими, все, алим вернусь, а не вернусь с этого хаджа. Один Аллах знает. И так, и правильно. И люди все теряли. Еще бараклафикум не было никакой безопасности. Люди убивали. Были раньше бараклафикум люди. Рассказывал один брат. Я, говорит, застал одного старика в Медине. Он рассказывал, как они грабили паломников. То есть этот брат учился в Медине. Он рассказывал бараклафикум, что застал одного старика. Тот рассказывал, как мы грабили паломников. Ладно, грабили, убивали тоже. Убивали тоже. Представляете, какая джигилия была в Алия Забильна. То есть люди, гидуины и так далее. пока порядка не было пока страны не было пока правительным а в наше время человек машина садится в самолет 5 6 на максимум 8 часов уже все и при этом напитки дают еду подают еще говорят курицу будете ли рыбу будете мухин лина бельхач то есть муля бина бельхач делали табью совесть на меня все чуть-чуть аль мураду баду на лакулин подразумевается часть подвижников не все спады для на минуман кана карина нам тамате так как среди сподвижников были те кто совершил хач там от той были те кто совершал хачкира помара ума и амара сахабы то есть приказал пропускаться с подвижником и мураду малям я кунину мать с тем сподвижникам у кого него с собой скотин жертвы аньяджа люга и хочу тому чтобы они превратили ее его то есть свой хач омратан в умру и умратам от утрас умра томат а юс подвижки спросили какой нам выход нужно делать из состояния храма после умра бират и айю то есть у всех положений раз стоит оея аля на хабр не мог тогда мазух оба лимок до мазух вот так диро айюл хиль ле хилю на хилю на и валь аль хилю кулюху проксором стал полный выход и рафи алхил тоже аля нау хабр не мухтадам азу вот так диро хилю кум аль хилю кулюгу шарх ле чмали общее толкование то ходиса параджа набью сала саму асхабы не один макката про в сала сам вышел вместе со своими сподвижниками из Медины в Мекку, чтобы совершить хадж. После утренней молитвы, в субботу, когда осталось пять ночей до конца Зуль-Киябе. Десятого года по хиджрам. Потом пророк, салаллаху алейху ассаляма, ночевал, провел ночь в Зуль-Хулейхе. После молитвы Зугра они зашли в состояние храма. И в хадисе сообщает, что они прибыли в Мекку утром четвертого дня. Намерение совершить хадж. Пророк Сусом приказал им поменять свое намерение, с которым они вошли в состояние храма. Совершить хадж на намерение совершить хадж. И этот приказ не охватывал тех, кто вел с собой жертву на скота. И они спросили Пророк Сусом, каким образом они должны выходить из состояния храма? Правильно ли они поняли, что им надо выходить? Или можно ли им выходить из состояния храма таким образом, что все будет дозвольно, как женщин, так и все, что было запрещено до этого? Или же частичный выход из состояния храма, в котором все дозвольно, кроме женщин. Пророк Сусом сообщил о том, что это полный выход из состояния храма. По вааду хадис в пользу, извлекаемый из хадисов, первым, маршрует фасху хадж, нияту хадж, или умрати, или ясыры мутамати. То, что он усозаконен на Баракулуфикум, человеку поменяет намерение тому, человек превзошел в состоянии храма с намерением совершить хадж, и при этом не вел свою скотину. Ему законно, то есть является обязательным поменять свое намерение на намерение умру, чтобы совершить хадж тамата. Второе. То, что человек, когда меняет такое свое намерение, он полностью выходит из состояния храма. Все ему дозволено из того, что Баракулуфикум было запрещено в состоянии храма. Третье. То, что тахалюль бывает у нас двух видов. Камельюн, то есть полный выход из состояния храма, и убьеху, джамиль аль-Махзурат или храм, после которого разрешены все то, что было запрещено в состоянии храма. И Баракулуфикум ограничены, и убьеху аль-Махзурат, который все дозволяет, кроме женщин. У нас в умре такого нет. То есть после умре полностью однозначно уходит из состояния храма. А где есть у нас частичный выход из храма? Баракулуфикум во время обрядов хаджа. Когда человек в десятый день после Муздалифы идет бросать камешки, бросает камешки, бросив камешки, он выходит частично из состояния храма. Бросив камешки, он выходит из состояния храма. То есть ему все дозволено, кроме женщины. Потом он идет режет барана, потом бреет волосы, потом идет делать тавав. И как только Баракулуфикум совершит тавав, берет свою жену и благодарит Аллаху за великую милость, что он женатый. Потому что до этого сколько дней он ходил? Восьмой день, девятый день, десятый день. Три дня именно линдаги война верожила мучения. После тавава. После тавава. Как только сделать тавава, выходит полностью из храма. После тавава. Только после тавава. Четвертый. То есть то, что узаконено спрашивать об общей вещи. Православа сам сказал же, чтобы они вышли из состояния храма. Мучмаль. То есть. Дело в том, что есть эфтималь. Правильно, что может быть это большой выход. Может быть маленький. Поэтому они спросили для того, чтобы этот приказ выполнить. И практиковать этот вопрос. Дальше. Четвертый хадис в главе. И 238 книги. Анурвад абнезубайр рады Аллаху анху. Урвад абнезубайр да будь даван лах. В халису или усам абнезей. Спросили усам абнезей да рада Аллаху. Улана жалис. И я, говорит, присутствовал там, сидел там. Кайфа-кай. То есть когда кто-то задавал вопрос усами. Кайфа-кана, рассулу Аллаху саллаху 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 саллах Если же находил какое-то место широкое, то есть там, где толпы людей не было, чуть-чуть быстрее шел. То есть вот тут сам шар делает. Муаллик говорит «Анак», то есть спокойный. Когда человек спокойный, это, наверное, люди. Чуть быстрее. То есть два передачки у нас здесь упомянуты. Урва – это сын Асма бинта Аббакра. Получается, Урва является кем? Внуком Аббакра. Родился в 23-м году. Сторонился всех смут. Был достойным доверия в ученым Барак Лофиком. Зугри про него сказал «Кана бахран ла юнзав». То есть это был море, которое невозможно было вычерпать. «Вуаля ту кадиру вадалля». «И который не делал немутным…» «Аддилля…» «Дилля умножить на что слово «дальва». «Которым не делал немутным ведра». Это знаете, Барак Лофиком, такое арабское выражение? Вот колодец. Если в нем немного воды, ты когда в ведро бросаешь колодец, вода мутная становится. Правильно же? А если представьте, это океан. Если ты в океан в море бросаешь колодец, зачерпываешь ведро, у тебя же песок на дне этого моря же, не шевелиться же не будет от того, что много. Вот это смысл. «Он был один из семи фатихов, которым возвращалась Фатва в Мидинь». «Он был один из семи фатихов, которым возвращалась Фатва в Мидинь». «И его Барак Лофиком постигла гангрена на ноге». «Она сожрала половину его голени». Врачи ему сказали, «Если ты не отрубишь сейчас ногу свою, чуть выше этой гангрены, то всю ногу потираешь». «И может быть, все твое тело погибнет». И он согласился отрубить ее. «Не напоит ли тебя нам лекарством, то есть обезболивающим или снотворным?» «Чтоб ты не чувствовал боль того, когда тебя будут рубить». «Я не думаю, что кто-то может пить то, что лишит его разума». «Однако рубить ее, когда я буду в молитве». «Тогда я не буду чувствовать». «И они это сделали». «Когда он почувствовал очень сильную боль». «Не почувствовал боли». «Не вздрогнул». «Когда я закончил свою молитву, сказал Аллаху, сказал Аллах, «У меня было четыре части тела». Что имеется в виду руки и ноги. «И ты взял одну из этих частей тела». «И даже если ты взял одну часть тела, ты три за то оставил». «И даже если ты сейчас меня испытал, столько лет жил я в Афии, то есть не было никакого у меня испытания». «Видите оптимизм». Вот это и есть оптимизм, о котором мы говорили, что единобожник должен оптимизм. «Ну взял, да, у вас спонтально, а лишил одного. Ну зато оставил три. Ну да, вот получилось, так вот получилось, потерял, стал инвалидом. Ну зато до этого сколько лет жил в здравии, нормально и так далее. А тем более все это временно. Тем более все это временно, правильно? Настоящая жизнь, это жизнь на том свете. Когда его начали, то есть ему высказывать, как по-русски говорит, когда человек умирает, а соболезновает. Когда его начали высказывать соболезнования, в некоторых говорят, что «мина дагри илля хад асаббат фата митли». Алла Алим. Ну в смысле я знаю, что что бы со мной ни случилось, говорит, во все времена я знаю, что случилось с кем-то подобным. Но я не знаю, что я ему в виду. Урвах Алла Адам. Что под этим все говорили, подразумевалось не знаю. Шейх не говорил? Шейх сам. Стих. Туфия. Фильм 11. Сан-Тарба. Тис-Ин. Он умер в 94-м году. Рахим Агуллах. Второй. Это Усама. Сабаха Дарджамова. Фишарх. Ли-Хадис. Субхан Аллах. Рахим Агуллах. У него был сын. Очень красивый мальчик. И он зашел со своим сыном, Барак Лауфиком, к Малик Ибнамарвана. Абдул-Малик Ибнамарвана. И тот его сглазил. Представляете? И когда они вышли, он сказал, вот такими должны быть курайши, дети курайшито. Он очень красивый был, в красивых одеждах, с двумя волосами у него были заплетены в две косые. И когда они вышли, его так сильно сглазил, этот Абдул-Малик Ибнамарвана, что ему стало плохо, он начал засыпать и упал. А там лошади были, его затоптали. И вот Абдул-Малик Ибнамарвана сказал, что он забрал у меня одного сына, он его сильно любил, но оставил всех остальных детей. Поэтому, Барак Лауфиком, всегда надо не забывать рук я на детей делать, рук я надо на детей делать, на себя и на детей тоже. И рук я на детей, как это делал на дlında appointed Yesha. Абдул-Малик И сисан Айхы, она сказала to you, Ame- усын Падамеи И точно так же зависть может постигнуть всегда читать бараху маудуль хадис тема хадиса каким образом двигался правоку салсам когда покинул арафат толкование слов спросили усаму кто спросил усаму неизвестно ваннаджалис я присутствовал дюмлету халия то есть это дюмлету рука является халем вальвара домина с такой целью приведена то у киды хабар подтверждение сообщения дофа айсар минаров или муздалифа то есть шел из арафата на муздалифу после магрифов района водалька баду груби лейлета аидула нахра и это бараку фикм после заката солнца в ночь на праздник аль-анак беннасвы аля анна умафулю мутлак толь анака а почему мансо потому что амафулю мутлак айлибая нюльфель правильно же аль-ясиру сайра аль-анак толь шел спокойным шел вау айсарун мунбасатун я тахарруху биги унук анака почему унук анака назван то есть это спокойный шаг но при котором шея верблюдо вот так вот двигается не быстро не медленно широкое место имеется ввиду когда вокруг не было людей наса ай асра а наса ай асра то шел чуть быстрее общее смысл хадиса или толкование хадиса рассказывал урубну зубаяр о том что усама бнузейдов который ехал за пророком салаллаху алейхи васалям то есть вместе ехали на одно верблюдье когда возвращались из когда ехали из арафата на муздалифу спросили его как право ксалаллаху двигался халькана сайру гусарьян то есть он быстро ехал аубатын или медленно фахбара радуяллаху анху он сообщил дабы 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 дабын Аллах анукана сайран хайян то что он шел живо шел фи наум насура не совсем был ну чуть-чуть то есть не совсем медленно потому что верблюд шеи шевелит правильно таким образом что шея верблюда качалась если же он находил широкое место то есть не было людей чуть быстрее шел потому что никому не мог навредить в такой момент в аркалуфе из арафата в муздалифу с пророком салусом на одно верблюдье ехал усам из муздалифы камни бросать мину и ехал фадалибнаббас радуяллах фадалибнаббас павайдул-хадис тема хадиса польза извлекаемых хадис первым ашруэ дафминал арафа бисайрин лейсабиббате то есть узаконено покидать арафат средним ходом то есть немедленным воля царей и небыстрым эллафи мутаса файусра единственное являюсь исключением широкое место чуть быстрее то есть то же самое в наше время на машине если ты ешь на машине едь спокойно едь спокойно если видишь людей нет пустое место можно чуть быстрее второе хирсу салифи радия лавану аля мариха ти амали нависался стремление сподвижников узнать о действиях пророком салусом ли это беру боги дали чтобы следовать за пророком салусом в этом третье дикрума яду ли аля так кудимин аль хабар то есть упоминание того что подтверждает твое сообщение колли урва на джаз я в этот момент сидел то есть в этом в чем подтверждение то что это не не кто-то рассказал а я своими ушами это слышал или видел четвертое на менджисте таллиум бьян ювачиха суали ля акрабинасия эльман биги вайхата то что из вида обучения баракуфикам задавать вопрос тому кто лучше всех знает о том или ином вопросе то есть хочешь задавать вопросы у тебя два человека один лучше разбирается потому что он присутствовал у шейха а другой например слышал там от кого-то лучше спрашивать того кто присутствует пятое файда можно добавить упомянула очень важная файда упомянула шейх басам а пятое файда истебаке на сыйарат музыка То есть поле такая, то, что говорит, торопливость, говорит, людей, именно когда люди покидают Арафат. Тот, кто видел Арафат, люди, Баракалуфикум, начинают быстро-быстро бежать, залезть на автобусы, толкаются, ругаются, кто кого опередить, чтобы залезть на автобусы и так далее. Все это, Баракалуфикум, противоречит. Потом машины друг друга начинают обгонять. Все это противоречит сунни, уважительного отношения к хаджу, спокойствие, которое должно соблюдаться. Спокойно быть. Приехал автобус, спокойно, встань, спокойно. Валлай, никто еще не оставался в Арафате, иншалу. Никто тебя не оставит, обязательно уедешь. Следующий, пятый хадис, 239 книги. Пророк встал во время совершения прощального хаджа, и его начали люди спрашивать. Я, говорит, сам не понял, как постригся до того, как зарезал барана. У нас порядок какой? Бросить кабочки в 10-й день, зарезать барана, постричься, потом совершить талах. Потом сал хамару. Этот же человек говорит, я побрился раньше, до того, как принес жертву. И пророк сказал, после того, как услышал, что он побрился, но тот еще не зарезал, сказал, иди, реши, проблем нет. Пришел другой, я, говорит, зарезал до того, как бросил камешки. Пророк говорит, ирми, иди, бросай, нет проблем. И, о чем бы в тот день его не спросили, обратите внимание, слово, худима, ухира. В каком времени пришло? В прошедшем времени. И, о чем бы не спросили, что что-то сделали раньше чего-то или позже чего-то. в хадисе сказано о том, что хотели они пораньше или позже сделать нет, а сказали о том, что уже и потом слова я сам не понял, как я это сделал я не почувствовал, по незнанию почему это важно в арка лафида? потому что в наше время люди делают это асы и делают по страстям своим и приводят до вот этого хадиса а я сказал эбдулла бену Амр kg пinguém с какого хукм порядка действий в праздничный день с каменью Шарх и калимат толкование слов То есть находился где-то, остановился где-то И это было около джамры Акаба, то есть главного столба Прок Саусам стоял, сидел на верблюде То есть между джамры Акаба и средним То есть после, в день праздника, после обеденной молитвы После молитвы Зухар Баркова, после того, как солнце зашло в зенит Хаджи Туль-Вада во время Прочайного Хаджи Сабах Абаян Убшар Хадис Ракум Мятин Халясово Иширин В 223-м Хадисе говорилось о том, что такое Хаджи Туль-Вада То есть кто тот, кто задал вопрос, не упомянутый его имя Я не знал, не понял сам Видите, либо по незнанию, либо по забывчивости То есть убрал волосы Рааси из своей головы То есть имеется в виду, что Халяка это побрился Под корень побрил свои волосы, лезвие То есть зарезал свою скотину То есть иди режь, дозвольно тебе резать Нету никаких проблем, нету ни греха, не надо делать какого-то искупления То есть другой То есть спросил какой-то другой человек И не был задан вопрос, кто это То есть я зарезал свою скотину Заколол свой верблюдом А дабх это делается, то есть не верблюдом То есть я, говорит, бросил То есть бросил камешки, которые бросаются в столбы Большой столб То есть имеется в виду праздничный день То есть 10-й день Зуфиджа Шарху-ли-джмали общий смысл хадиса Если паломники пребывают в Мину на утро 10-го дня Зуфиджа Они должны бросать только в один столб Только один столб, то есть самый близкий к Мекке Потом режут бараку-лоуфику Хадягум свою скотину Потом халаку Потом они бараку-лоуфику Бреют руусагум свои волосы Потом отправляются в Мекку Совершать тавафи-фада Или тавафи-усаай Совершать тавафи-фада-исаай Бег между Сафой и Марвой Это самый полный порядок В этом же хадисе Об ответе пророку-салям Тем, кто не совершил эти обряды В узаконенном порядке То есть рассказывал о том, что пророк-салям Встал в каком-то месте во время преследования хаджа И люди начали задавать вопросы пророку-салям О том, что кто-то что-то сделал раньше чего-то Или позже чего-то Кто-то сказал Ягод сам не понял, как постригся перед тем, как зарезать скотину Другие же сказали Я зарезал прежде, чем бросил камешки И о чем бы его не спросили То есть, что кто-то сделал что-то раньше Или что-то позже Просто сам говорил Делай, нет в этом греха Это является одним ответвлением Из шариатского правила То есть, правила облегчения То есть, в нашей общине Общине единобожия и легкости Религия единобожия и легкости То есть, польза извлекаем из хадиса Первое Перед тем, как Фавайду читать У нас снова слушает В комментариях привел То есть, разные вопросы Пришли То есть, из этих вопросов Которые упомянуты в версиях хадисах Вот эти две То есть, побрился до того, как зарезал Второе Зарезал до того, как бросил Также пришли упоминания других видов действий Других ревайтов Сказал То есть, сделал тавах до того, как бросил И побрился до того, как бросил То есть, первые три пришел В хадисе от Булла им. Аббаса в Бухари Уасурад в Нурабе четвертое Гия Арам Юбада Аль Маса То есть, бросил уже вечером Шестое Али Фадату Хабля Хальк Кама Фи Хадис Али Сделал таваф и фада До того, как побрился На это указ хадис Али Седьмое Али Фадату Хабля Дзаб Сделал таваф и ли фада До того, как зарезал Кама Фи Хадис Джабир Восьмое Саия Хабля Таваф Сделал саия перед тавафом Кама Фи Хадис Усама Абну Шарик Инда Аби Дауд Как на это указ Хадис Усама Абну Шарика У Абу Дауда Гаракалу Фикам Второе Аммаль Джагилю Ван Нас Ага, все Теперь фаваду Хадис Пользуется кама То есть полнота Искреннего отношения Пророку Саалу Асалам И его стремление В обучении И своей общине Второе То, что тот, кто задает вопрос Рассказывает Говорит сначала о том Что его оправдывает То есть говорит Я не почувствовал Если он сделал что-то Не в соответствии с шариатом То есть то, что лучше Является совершать Действие обряды хаджа В следующем порядке Первое Рамьи Бросить камни Тумма Нахар Зарезать скотину Тумма Аль-Хальк Потом побриться Тумма Лифада Потом совершить Тавов Лифада И соответственно Сафа Мара Четвертое По мнению По мнению Баракулу Фикам Ну лучше вообще Не говорит об этом Лучше Лучше само по себе Не говорит о хукме И поэтому Некоторые улема Баракулу Фикам Когда хиля в каком-то вопросе есть Говорят лучше Авдаль Потому что Авдаль Баракулу Фикам Понимает под себя В нем понимается Как И ваджиб Так и Мустаха Как слово Янбаги Или как слово Машру'ия Так и общие слова А что они Ваджиб Баракулу Фикам Ну тут опять Есть хиляф Среди ученых То есть тот кто говорит Смотрите Те ученые Которые говорят Что это Ваджиб Говорят Пророк Саласам Салхузу Ани Монасик Берите От меня Ваши Обряды Правильно же Берите От меня Ваши Обряды Потом Всевышний Аллах Приказал Совершать Хадж И Получается То есть Значит Ваджиб Совершение Хаджи Является Ваджи Корректор По Повторое Ваджиб Обязан Пересようщим Аллахом Совершение Хаджи К Дому Это Живат Получается И Получается Пророк салаллаху алейхи ассалям разъяснил этот ваджип. Получается все действия пророку саласам в своей основе являются ваджипом. Правильно же? Если только нет у тебя, бараку, луфикум какого-то довода отдельного, который бы указывал, что здесь не ваджип, а здесь является мустахабу. Другие говорят, что это... Другие говорят, вот это как бы вылило его из мустахабу, потому что пророк саласам сказал ифаль валахарыч, ифаль валахарыч. И поэтому говорят, что этот порядок аль-стихбаб. Другие же говорят, нет, порядок алейхид, единственное, у тебя является бараку, луфикум, если ты это сделал не специально. Не специально, то есть тебе пришлось так здесь. Как здесь. Если только Clubarend, если какая-то причина есть, если какая-то причина есть, бараку. Ладно. Кто пророк саласам сказал, и тебя так получилось сделать, так получилось сделать, тогда пророк саласам я ему сказал, а специально этого делать не надо. То есть сидит кто-то умник какой-нибудь, гиды это умник был. Сейчас давайте вот так. Вот он ушлый, короче, все вот не понимают ничего, один он так ушлый, понимаешь. Не, вот сейчас все пойдут кавишки, мы зачем? Давайте сразу поедем, сделаем так. Это неправильно. Это неправильно, Бара. Просто сам сказал, хузу, а не монасты, берите от меня ваше обряд. Четвертое на мухалифа Тагаза Тартиб для хараджа фии. То есть, по-моему, Шихусайми на то, что противоречие этому порядку, в нем никакого Бара Калавуфикум хараджа нет. Мы же можем давать для хараджа фии и дакан или узрин. Если на то есть какой-то узр, правильно? Несьян или джагиль, забывчивость или же невежество, незнание. Амаль джагил у наси фавадахши, говорит, что касается джагиля того, кто сделал по незнанию и по забывчивости в сносках, то это, как понятно. Амаль али мудзакир, что касается знающего, того, кто помнит. Вот довод шейха Таймина в чем? Что то, что, во-первых, много вопросов было задано Пророк Саусом. И в силу слов Пророка Сааллаху Алейхиус Салям, то есть постоянный его ответ, что нету хараджа, и запрет повторять подобное еще раз, все это указывает на снисходительность в этом вопросе. Тем более облегчение является той вещью, Барак Лауфикум, тем более шариат является, или из того, на что указывает шариат, это облегчение. Все равно, Барак Лауфикум, людям надо говорить, что надо совершать фасунья. Да, из мухтадаят шариат, то есть из того, на что указывает шариат, Барак Лауфикум, из мухтадаят шариат, из того, что требует шариат, это, или же указ шариат, это, это сильно. Но также из того, что требует шариат, это следование за Пророком Саусом, правильно же? Если вы ему подчинитесь, то вы будете идти по прямому пути. Поэтому чем ты больше будешь стараться делать хаджи, Барак Лауфикум, свои действия будешь стараться делать в соответствии с Суной Пророком Саусом, тем больше будет вероятность того, что ты вернешься домой, как в тот день, когда тебя родил Ама. Пятое, сугулят у шариата есть для меня, легкость исламского шариата. Шестое, то, что узаконено стоять ученому в общих местах сбора людей, для того, чтобы давать фатву людям и обучать им. В наше время, альхамдуллах, в Саудея Джузау Малахари установили такие маленькие кабинки для фатвы, то есть у людей какие возникают. Также можно седьмой Барак Лауфикум, то есть дозволено обращаться с хутбой, или же ифта аля дабба, или же давать фатву на скотине, если ей это не тяжело, если это не тяжело. Потому что Барак Лауфикум основа, то, что на скотине просто так без нужды сидеть запрещено, если только в этом есть нужда, и это не тяжело. Точно так же, восьмая Файда дозволено делать ну, у нас иду, 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 иду. В смысле дозволено из Муздалифы в мину ехать на коне, на верблюде, на машине и так далее. То есть не обязательно это делать пешком, не обязательно делать пешком. Если есть возможность ездить на Санскург, нужно это сделать на транспорте. По Лауале. Сюда, по Лауале. По Лауале, по Лауале. По Лауале, по Лауале.